Привет, ребята! Сегодня 23 марта. По кипрским законам, в принципе, со вчерашнего дня весна с 22 марта. Да, у нас весна с 1 марта, а у них вот с 22 марта. Почему? Не знаю, что это. Они говорят, что весна начнется с 22 марта. Сегодня я вам покажу и расскажу о Ларнаке. Обзорная. Покажу вам улочки и расскажу немножко о жизни Ларнаки на кипре. Итак, начинаем мы наше путешествие с улицы Макариус. Это главная улица в Ларнаке. Также Макариус вы встретите и в Лимассоле, и в Никосее. Они тоже главные улицы. То есть, если вам нужно найти в Лимассоле, в Никосее или в Ларнаке, это Макариус. Улица Макарио по-другому еще называют. Сейчас мы повернули на набережную Финикудес. Здесь финиковые пальмы растут, аллея пальм. И с левой стороны сейчас вот мы видим порт, где частные яхты и маленькие кораблики. Вот. С правой стороны кафешки, гостиницы. Здесь можно остановиться, попить кофе, покушать. Есть дискотеки. Вот. Ну, пару штук. Макдонник здесь. Вот. Все празднования проходят здесь. Это как бы главная улица для всех торжеств в Ларнаке. Тут и выступают дети, и парад проходит. Вот. С правой стороны вы сейчас увидите кафе Хобос. Чем интересна эта кафе? Я вам просто говорю, что вот сейчас вы видите это, возможно, когда вы приедете через пару лет, этого уже не будет. Потому что в следующем году это кафе сносит, и на этом месте будут строить многоэтажку. Я не знаю еще точно, что там будет. Там, по-моему, гостиница будет. Вот, пятизвездочная. Так что, вот чем интересно кафе Хобос. Когда вы в следующий раз приедете, вы этого уже не увидите. Направо вы можете увидеть церковь Лазарес. Об этой церкви я вам расскажу попозже в специальном видео. Сейчас мы проезжаем замок, древний замок, мечеть. Мы как бы огибаем этот замок, и сейчас опять выезжаем на набережную. И по дороге вы видите маленькие улочки. Это старая Ларнака, район бывших турков. Как вы знаете, в 1974 году они разделили остров пополам. И когда все это произошло, этот район, в основном здесь были жители турки. Они все, конечно, переехали на ту сторону. Это набережная продолжается. Также тут кафешки. Этот район называется Маккензи. Здесь больше уже ресторанов, где вы можете покушать рыбное мизе или мясное мизе. Мизе – это набор блюд, которые есть на кухне. И вам подают маленькими порциями буквально все, что есть на кухне. Я также остановлюсь на этом более подробно и сделаю специальное видео. Вот это такая удобная набережная, очень как бы удачная. Сейчас мы немножко пройдем пешком. Вот видите, тут удобно бегать утром, ходить, кто занимается здоровым образом жизни. А это иммиграционные службы, знаком тем, кто получал гражданство, визу и все бюрократические эти вопросы о проживании на Кипре. Сейчас вы видите порт, маленький порт Ларнаки. Утром отсюда рыбаки выходят в море, ловят рыбу. И часов в 9-10 можно прийти и купить свежую рыбу. Здесь очень хорошо. Конечно, запах рыбы, моря, лодочки. Если вы хотите приобрести лодочку, вот, пожалуйста, продается. Вот такой вид с порта. Вы видите вдалеке там Финникудес. Выход как бы, это бухточка и выход в море. Многие ресторанчики именно здесь покупают эту рыбу, которую вы потом пробуете и кушаете. Они свежие, каждый день они выходят в море и привозят свежую рыбку. Ну, а мы дальше продолжим наше путешествие по Ларнаки. Этот район называется Маккензи, как я вам говорила. Начинается он с замка, если вы помните, мы как бы повернули. И вот все это по набережной так и идет. Сейчас вот как бы заканчивается Маккензи. И если повернуть налево, то, что мы сейчас делаем. Здесь тоже район ресторанчиков и дискотек, баров. Здесь как бы, не как бы, а молодежь собирается на дискотеки. Здесь летом бывает очень шумно, потому что, как вы понимаете, там, где дискотека, тишины не может быть. Так что, кто приехал, молодежь и желает сходить на дискотеку, добро пожаловать. Район Маккензи возле старого аэропорта. Если вы спросите таксиста, вас довезут. А впереди вы видите старый аэропорт. Да, когда-то он обслуживал Ларнаку, весь Кипр. Сегодня он работает только с карго-самолетами. Вот впереди, да. И с частниками. Кто прилетает на частных самолетов, они вот прилетают на старый аэропорт. А на сегодня уже открылся новый аэропорт. И, возможно, вы прилетели именно через новый аэропорт Ларнаки. Или еще есть другой аэропорт на Кипре-Пафоса. Ну, об этом потом. Мы сегодня делаем обзорную по Ларнаке. Итак, возвращаемся по этой дорожке. И желаю удачи вам понаблюдать. Мы проедем как бы назад. Опять вернемся на Макарио-Савеню. Но уже не по набережной, а по маленьким этим улочкам, которые принадлежали когда-то туркам. Вы заметите, что дома неухоженные, потому что хозяева не живут. Люди в основном здесь снимают дома или за небольшую оплату берут у государства в рент. Я не знаю точно, но я слышала, что рент бывает 6 евро, 10 евро. Да. Ну, потому что турки побросали все, переехали туда. И как бы эта недвижимость не принадлежит местным. И особо никто не ухаживает. Вот видите. Теперь мы поворачиваем опять в сторону церкви Лазарес. Здесь вот район. Это перпендикулярная улица Финникудес, если вы помните. Я вам показывала. И вот с правой стороны тут магазин сувенирчиков. Как раз все для туристов. Вот. Если вас интересует, спросите церковь Лазарес. И вот пройдите по этой улице. Может вас что-то и заинтересует. Сейчас мы поворачиваем направо. С левой стороны у нас была гостиница. На эту улицу мы выехали. Здесь все европейские магазины, как Mark & Spencer, Mango, Zara. И здесь в основном мы киприоты и местные жители покупают одежду, обувь. Так что если вас интересует, добро пожаловать. Ну а пока что все. Встретимся мы в следующем видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok